Судьба нашей сегодняшней Героиня, известной балерины, ставшей за много лет настоящей легендой советской сцены, отнюдь не была столь же легкой и искрящей, как балетные партии в ее исполнении. Ей восхищались и пытались подражать, поскольку она действительно не просто выдающаяся всемирно известная балерина, она целая эпоха в истории русского балета, его национальная гордость и золотая страница. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Биография артистки пестрит воспоминаниями, в которых она говорит, как ей сложно было полюбить балет. Уж очень трудно все происходило. Не было той легкости, воздушности и сказочности, которые видит зритель. По ту сторону кулис балет – серьезный труд, боль и преодоление неудач в постановке номеров. Огромный вклад в развитие профессиональных навыков балерины привнесла Агриппина Ваганова. Выдающийся хореограф занималась с Улановой еще долго после окончания училища. Агриппина Яковлевна постоянно искала индивидуальность в танце, которая бы подходила Улановой, поскольку она была очень непохожа на других. Эту непохожесть хореограф старалась раскрыть в одаренной девушке и проявить в исполнении. Роль, которая открыла сердце Галины Сергеевны и впустила в него балет, была Жизель. Уланова долго примерялась к роли, изучала характер, но, проникнувшись, историей исполнила ее потрясающе. Жизель помогла осознать Галине Сергеевне, что одно из главных в ее работе – это умение перевоплощаться. При этом изюминкой Улановой была природная стеснительность и принципиальная естественность. Они ни разу не дали ей надеть маску и дарить показные эмоции и чувства. А когда пришло время, первые зарубежные гастроли заставили заговорить о балерине весь творческий мир. Галину Уланову по праву стали называть второй Анной Павловой. За свою карьеру Уланова исполняла главные партии в таких балетах традиционного репертуара, как «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Раймонда» Александра Клазунова и «Жизель» Адольфа Адана. Ее высшими достижениями стали партии Марии в Бахчисарайском фонтане Бориса Асафьева и «Джульетты» в поставленном Леонидом Лавровским балете «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. «Ромео и Джульетта» Помимо танца Галина Уланова стала еще и выдающимся балетмейстером. Все свои знания и секреты она старалась передать своим ученикам. С 1960 по 1997 год Уланова работала балетмейстером-репетитором Большого театра, но также работала и с солистами Парижской Гранд-Опера, Гамбургского балета, Шведского королевского балета, Австралийского балета и артистами балетных труп Японии. Она ушла из жизни на 89-м году жизни, 21 марта 1998 года. За год до смерти балерина уничтожила дневники, которые вела всю жизнь. Ей не хотелось становиться объектом чьих-то пересудов. Парадокс для современного шоу-мира, но, может, и поэтому ее трудно вот так раз истереть из памяти и из истории. Она покорила сердца зрителей своей жизелью, таинственной, словно парящей в воздухе легкой тенью, вместе с тем наполненной огромной духовной силой. Она заставила всей душой сопереживать Марии из балета «Бахчисарайский фонтан», передав тончайшими пластическими штрихами всю ее судьбу – пленение, тоску неволи и внезапную смерть. Она заставила многих поверить в то, что можно танцевать Бальзака, Пушкина и Шекспира. Уланово принесла на сцену совершенно особую духовную атмосферу, сумев достичь удивительной гармонии внешней и внутренней пластичности. Народная артистка СССР, дважды герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии Галина Уланова снискала на своем пути все возможные почести, стала живой легендой, но в жизни навсегда осталась такой же робкой и застенчивой девочкой, какой вступила когда-то впервые на театральные подмостки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова